Несколько лет назад, когда мы собирались с всей семьей, мой восьмилетний племянник Уильям спросил нашего старшего сына Бриттона, не хочет ли он поиграть с ним в мяч. Бриттон бодро ответил, да, с удовольствием. Они пошли играть, и в какой-то момент Бриттон нечаянно попал мячом в старинную дедушкину вазу. И она разбилась. Представляете, как ужасно чувствовал себя Бриттон? Пока он сидел на корточках, медленно собирая осколки, юный Уильям подошел к своему двоюродному брату и ласково погладил его по спине. Он стал утешать брата, не волнуйся, Бриттон, я однажды тоже что-то разбил у бабули с дедулей, и бабуля обняла меня за плечи и сказала, «Все в порядке, Уильям, тебе всего лишь пять лет». На что Бриттон ответил, «Но мне-то 23, Уильям». Мы можем много узнать из Священных Писаний о том, как Спаситель Иисус Христос будет помогать нам успешно проходить через эпизоды, когда в нашей жизни что-то ломается, вне зависимости от нашего возраста. Он может исцелять поврежденные отношения с Богом, поврежденные отношения с другими людьми и исцелять повреждения в нас самих, как физические, так и эмоциональные. Когда Спаситель обучал людей в храме, книжники и фарисеи привели к нему женщину. Мы не знаем всей ее истории, знаем лишь, что она была взята в прелюбодеяние. Часто в Священных Писаниях приводится лишь небольшой эпизод чьей-то жизни, и опираясь на этот эпизод, мы иногда склоняемся к восхвалению или к осуждению человека. Невозможно понять чью-то жизнь по одному яркому моменту или одной истории, вызывающей всеобщее разочарование. Цель этих историй в Священных Писаниях — помочь нам увидеть, что Христос был ответом тогда и остается ответом сейчас. Он знает нашу историю целиком и знает в точности, через что мы проходим, а также знает наши способности и уязвимые места. Той драгоценной дочери Бога Христос ответил, «И я не осуждаю тебя. Иди, и впредь не греши». Можно перефразировать слова «иди, и впредь не греши», сказав «иди дальше и изменись». Спаситель приглашал ее к тому, чтобы покаяться, изменить свое поведение, свои ассоциации, восприятие самой себя, свое сердце. Благодаря Иисусу Христу наше решение «идти дальше и измениться» может также позволить нам идти дальше и исцелиться, поскольку Он служит источником для исцеления всего, что повреждено в нашей жизни. Как великий посредник и ходатай перед Отцом, Христос освящает и восстанавливает поврежденные отношения, и, что самое главное, наши отношения с Богом. Из перевода Джозефа Смита становится ясно, что та женщина последовала Совету Спасителя и изменила свою жизнь. И с той поры женщина прославляла Бога и веровала во имя Его. Жаль, что мы не знаем ни ее имени, ни того, как сложилась в дальнейшем ее жизнь. Ведь чтобы покаяться и измениться, от нее потребовалась великая решимость, смирение и вера в Господа Иисуса Христа. Все, что мы знаем о ней, это, что она была женщиной, которая веровала во имя Его, и понимала, что она не выпадает за пределы влияния Его бесконечной и вечной жертвы. В 15 главе Евангелия от Луки мы читаем притчу о мужчине, у которого было два сына. Младший попросил у отца свою долю наследства и отправился в далекую страну, где расточил свое имение, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточствует хлебом, а я умираю от голода. Стану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Стал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец, его изжалился. И побежав, пал ему на шею и целовал его. Я считаю, что тот факт, что отец побежал к своему сыну, очень важен. Личная травма, которую сын нанес отцу, была, несомненно, глубокой и серьезной. И отца наверняка откровенно огорчали поступки, совершенные его сыном. Почему же отец не стал дожидаться, пока сын сам не подойдет к нему и не извинится? Почему он не потребовал приношения для возмещения ущерба и примирения, прежде чем предложить ему прощение и любовь? Я много размышляла над этим. Господь учит нас, что прощение – это заповедь, единая для всех. Я, Господь, прощу тому, кому соизволю простить. Но от вас требуется прощать всем людям. Для того, чтобы простить кого-то, требуется огромное мужество и смирение. Для этого также может потребоваться время. Нам необходимо возлагать свою веру и упование на Господа, в то время, когда мы принимаем на себя ответственность за состояние нашего сердца. Здесь очень важное значение и влияние имеет наша свобода воли. С помощью образа Отца в притче о блудном сыне, Спаситель подчеркнул, что прощение – один из самых славных даров, какие мы можем отдавать друг другу, а главное – самим себе. Не всегда легко освобождать от бремени свое сердце через прощение. Но через всемогущую силу Иисуса Христа это возможно. Повреждение в нас самих. В третьей главе книги Деяний мы узнаем об одном человеке, храмом от рождения, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Тому храмому нищему было около 40 лет, и он провел почти всю жизнь в, казалось бы, нескончаемом состоянии их хотения и ожидания, поскольку зависел от помощи и щедрости других людей. Однажды он увидел Петра и Иоанна перед входом в храм и попросил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказал, «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назорея, встань и ходи». И, взяв его, за правую руку поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени. «И вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога». Часто на протяжении своей жизни мы можем оказываться в положении таких вот нищих у ворот храма, когда мы терпеливо, а иногда и нетерпеливо, надеемся на Господа. Надеемся на то, что нас исцелят в физическом или эмоциональном плане. Надеемся на получение ответов, которые проникнут в глубочайшие уголки нашего сердца. Надеемся на чудо. Состояние, когда мы надеемся на Господа, может быть нашим священным и святым местом. Местом, где мы полируем и оттачиваем себя, где можем познать Спасителя, но в глубоком, личном уровне. Состояние, когда мы надеемся на Господа, может быть тем местом, где мы время от времени задаемся вопросом «О, Боже, где Ты?». Местом для поддержания духовной стойкости нам необходимо проявлять веру в Иисуса Христа, сознательно выбирая его снова, снова и снова. Мне знакомо это место, и я понимаю, каково это — вот так надеяться и ждать. Я провела бесчисленные часы в заведении по лечению онкобольных, объединенные в своих страданиях со многими другими людьми, которые жаждали исцеления. Кто-то выжил, а кто-то нет. Я усвоила в тяжелейших испытаниях, что избавление от собственных невзгод для каждого — свое, и поэтому нам нужно меньше сосредотачиваться на пути избавления, а больше — на самом Избавителе. Акцент всегда должен быть на Иисусе Христе. Проявлять веру во Христа значит доверяться не только воле Бога, но также и Его расписанию, поскольку Он знает точно, что нам нужно и когда нам это нужно. Когда мы подчиняемся воле Господа, подобно храмому нищему у ворот храма, мы в конечном счете получим нечто гораздо более существенное, чем то, чего желали. Мои дорогие друзья, у нас у всех в жизни есть что-то, что повреждено, что нужно починить, исправить или исцелить. Когда мы обращаемся к Спасителю, когда настраиваем на Него свои сердца и разум, когда каемся, Он приходит к нам туда, где мы есть, с исцелением в крыльях своих, с любовью обнимает нас за плечи и говорит, «Все в порядке, тебе всего лишь 5 лет» или 16, 23, 48, 64 или 91 год. Мы можем исправить это вместе. Я свидетельствую вам, что в вашей жизни нет ничего, что повреждено настолько, что не поддавалось бы целительной, искупляющей и спасительной силе Иисуса Христа. Во священное и святое имя того, кто в силах исцелять. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok